Дешевая нефть, ответные санкции ЕС и из-за конфликта в Украине не самый лучший инвестиционный климат. Россия на пороге системного банковского кризиса. Об этом заявляют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования России. Так ли это на самом деле и если да, что грозит россиянам? Стоит ли бежать в банки и забирать срочно свои валютные вклады? Об этом мы говорим с экономическим аналитиком Сергеем Сининским. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот по терминологии этого центра системным банковским кризисом эксперты называют ситуацию, когда население массово забирает свои вклады с валютных депозитов, когда доля проблемных банковских активов, в данном случае в России, по их мнению, может превышать 10 процентов и когда проводится реструктуризация или даже национализация банков и темпы около 10 процентов. Есть ли что-то из перечисленного сегодня в России на самом деле? Если очень коротко, то скорее нет, чем да. Если говорить об оттоке банковских вкладов. Действительно, в марте и в мае этого года в России наблюдалось абсолютное сокращение объема вкладов. Но это были в течение месяца по сравнению с предыдущим месяцем. Но буквально на следующий месяц темпы опять были положительными. И вот буквально сегодня, когда мы с вами говорим, вышла очередная статистика Центрального банка России, которая показывает, что в сентябре темпы роста банковских вкладов в России остаются положительными. Если же говорить о притоке, о динамике год к году, то есть соответствующего к уровню соответствующего месяца прошлого года, даже с учетом этого прирост за год составляет примерно 5 процентов. Российский бюджет сверстан из расчета что-то около 96 долларов за баррель. Но Саудовская Аравия уже заявила, что она может мириться со стоимостью 80 долларов за баррель. Соединенные Штаты продолжают оставаться одним из лидеров нефтедобычи, плюс у них идут превосходные дела и со сланцевым газом. Если цены на нефть не взлетят, готово ли российское правительство поддерживать и выполнять свои обязательства в будущем году? Бюджет следующего года сверстан исходя из стоимости нефти тоже около 100 долларов примерно за баррель. Здесь надо иметь в виду, что когда речь идет об уровне цен на нефть, в зависимости от которых верстается бюджет, то это не сиюминутные колебания, а это имеется в виду среднегодовая. Это средний показатель в течение года. Так вот, пока российский бюджет 2015 года заложен дефицит в размере примерно 0,6% ВВП. Много это или мало? Но это для сравнения. Для еврозоны нормативным показателем является 3% ВВП. Многие страны еврозоны сегодня не укладываются и в этот норматив. Экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, спасибо. Пожалуйста, всего доброго вам. Тем временем, международное агентство Moody's понизило рейтинг России. Только за прошлую неделю, по данным агентства, Центробанк потратил на поддержку валютного курса 11 миллиардов долларов. Глава Центробанка России Эльвира Набиулина опровергает информацию некоторых СМИ о том, что главный банк страны будет вводить ограничения на движение капитал. Слухи, которые появились в прессе, они абсолютно безосновательны. И мы не планируем и не обсуждаем и не собираемся вводить никаких ограничений на движение капитала, потому что считаем это и неэффективным, и в целом опотрывающим доверие инвесторов и экономических субъектов к финансовой системе, к экономической системе. А что говорят в Кремле? Владимир Путин не видит особых проблем. Все трудности президент считает временными. Резервов достаточно для того, чтобы корректировать уровень национальной валюты. Я не вижу здесь никаких драматических возможных изменений. Уверен, что с корректировкой цен на них будет корректироваться и курс национальной валюты, курс рубля. Продолжение следует...